Ответ на вопрос, где истоки успехов нашего города в науке и образовании, находится здесь, на подгоре Покровского монастыря. Именно здесь, в 1726 году, было открыто первое в Харькове и второе в Украине всесословное учебное заведение – Харьковский коллегиум. Последствия названы Харьковской академией. Здесь преподавал сковородат, учились поэт Генневич, историк Кочеловский, врач Базилевич и многие другие. В начале XIX века Центр образования науки смещается немного к югу, на 300 метров. Здесь, в здании губернаторского дворца, 17 января 1805 года, состоялось открытие университета. Четыре отделения, 25 кафедр, 45 преподавателей и 55 студентов. Правда, уже через 20 лет их было 300. Но дело совсем не в цифрах. Наш университет руководил тогда деятельностью всех начальных и средних 11 губерний Юга России. При университете была открыта библиотека и музей изящных искусств, шесть научных обществ и институт повышения квалификации для врачей и учителей. Историк Багалей писал, Харьков своим ростом в первые 35 лет существования университета столько же обязан университету, сколько и торговлю. Сколько учебных заведений было в Харькове до революции, попробуем посчитать. После университета самым крупным был технологический, ныне политехнический институт, самым старым – ветеринарный. Единственный вуз, допускавший совместное обучение и мужчин и женщин – коммерческий. Был еще переведен из Польши институт сельского хозяйства и лесоводства, и целых три учебных заведения для женщин – высшие женские курсы, женский политехнический и первый женский медицинский институт. В этих восьми вузах города работало около 500 человек, из них 150 профессуры. Стоит ли удивляться многочисленной и блестящей плеяды ученых, который дал миру Харьков? Математик Остроградский, географ Краснов, химик Бекетов, врач Гиршман, историк Бузеску. И этот список можно продолжать. Кстати, первым в Украине нобелевским лауреатом был харьковчанин Илья Мечников. Полторы сотни лет назад украинский журнал писал следующее. «Харьков должен и может почитаться в Отечестве нашем относительно стремлений к образованию юношества города. Хочется верить, что это стремление сохранится». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова